Здравствуйте! В эфире «Неделя города» и Марина Романюк, ведущая программы. Прямо сейчас в материалах моих коллег, корреспондентов телекомпании, главные темы о рабочей неделе. Смотрите в выпуске. Первый снег напомнил о приближении самого сложного для городов. Городских служб сезона. Готова ли снегоуборочная техника, проверил Валерий Седов. Улица Ленина, Первомайский проезд, Московское шоссе. На мониторах в отделе главных технологов Дирекции благоустройства города отображаются все жизненно важные дорожные артерии Рязани. Следят за погодой, пока снег тает, а асфальт не успевает замерзнуть. Это камера, которая установлена у нас на 26 перекрестках центральных улицах, где мы смотрим непосредственно, где идет основной поток города, который привязан к пассажирскому транспорту, то есть это основные маршруты, где мы наблюдаем как раз и смотрим за ситуацией дорожного покрытия. Смены дежурных длятся по 12 часов. За обстановкой в городе наблюдают постоянно. Если погода изменится в худшую сторону, то дежурные моментально отреагируют. Водители снегоуборочной техники ждут, что называется, на низком старте. В целом у нас для уборки и центральных дорог, второстепенных дорог и тротуаров задействованы порядка 43 единиц техники. Это не только техника, которая коммунальная, которая непосредственно и расчищает, и разбрасывает реагент. Это техник, который может и снег собирать в валы, и, соответственно, техник, который грузит потом, загружает их в самосвалы, и вывозим уже непосредственно на полигоны для того, чтобы снег там размещать не находился. Камазы, зилы, комбинированные дорожные машины – все они здесь, в парке. Выбор между тем, чем именно обрабатывать дорогу, зависит от погодных условий. Например, сейчас, когда идет мокрый снег, будут использовать реагент. При появлении наледи – песко-соляную смесь. У нас на этот год, с учетом прошлого года, мы приобрели порядка 24 тысяч кубов реагентов. Это песок, соль и непосредственно реагент, который мы используем для того, чтобы в такую погоду не было образования наледи. Помимо главных технологов Дирекции благоустройства города, в самой Рязани также есть сотрудники, которые круглосуточно наблюдают за ситуацией на дорогах. Поэтому техника, да и сами люди готовы к большим осадкам. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани продолжается реализация программы «Догазификация». Сегодня голубое топливо пришло в один из домов поселка Семчино. Наша съемочная группа побывала в гостях и выяснила, какие преимущества дает программа и как в нее попасть. На территории Рязани программу «Догазификация» реализует компания «Рязань Горгаз». Основная суть в том, что потребитель не платит за строительство газораспределительных сетей до границ своего участка и врезку в построенный или существующий газопровод. Единственное условие «Догазификация» действует для заявителей, которые собираются пользоваться газом для личных, семейных и домашних нужд. Они в коммерческих целях и, возможно, только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. О том, что существует такая программа, семья Ильченко узнала из средств массовой информации. Тема для них очень актуальная. Они как раз обустраивают новый дом. Без газа сейчас сложно представить жизнь. Это и комфорт, и экология, и экономия. Я считаю, очень полезна и правильна инициатива бесплатного подключения домов в тех населенных пунктах, где газовая сеть уже проложена. Это существенно упрощает процедуру газификации для потребителей. Но потребитель должен понимать, бесплатно газовики проложат трубу до границы участка, в СНТ до границы садоводства и выполнят пуск газа. Строительство газопровода на территории собственника, а также подготовка коммуникаций в доме – это ответственность хозяина. Международный рязань «Горгаз» Ельченко Александр Петрович. Заключен договор. Строительные монтажные работы выполнены. Получен акт согласования на пуск газа. Выполняем пуск газа. В настоящее время заявочная кампания продолжается. Мы оформляем договоры и подключаем домовладения. На начало ноября поступило от населения 70 заявок. В 13 домовладениях мы уже выполнили все необходимые работы в полном объеме. Однако сроки подключения каждого конкретного дома зависят не только от усилий газораспределительной организации, но и от того, с какой оперативностью домовладельцы подготавливают свои помещения к пуску газа. Воспользоваться возможностью бесплатного подведения газопровода до участка можно прямо сейчас. Для этого нужно подать заявку на портале единого оператора газификации connectgas.ru, в МФЦ, через портал госуслуг, в офисе или на сайте «Рязань Горгаза». Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Вождение в пьяном виде – одно из самых грубых нарушений правил дорожного движения. Наказание – соответствующее штраф и лишение прав. Но, к сожалению, частенько встречаются рецидивисты. Вот и попался водитель «Лады». Ехал странно, на предупреждение инспекторов ДПС не реагировал. Не исключено, что под шофе. Так это или нет, покажет освидетельствование. Уже в помещении водитель берет запечатанную трубку, вскрывает, ее устанавливают на прибор под названием «алкотектор». Теперь задача водителя – непрерывно выдыхать. Если алкоголя в крови нет, то и показатели будут по нулям. Однако тут даже дунуть получается не с первого раза. Меньше чем через минуту прибор выдает результат 1,06 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Теперь водители выпишут штраф в 30 тысяч рублей и лишат прав на полтора или два года. Попадется повторно – уже уголовная ответственность. Такое же наказание, если водитель повторно откажется пройти освидетельствование. А есть и такие. Сотрудниками госавтоинспекции выявлено более 2000 водителей, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии. 400 водителей сели за руль транспортного средства повторно. Это статистика за 10 месяцев текущего года. Нарушителей хватает. Вот, например, еще один водитель, который решил не вызывать такси, а сам сесть за руль. Но кривая привела его не домой, а к медикам. Порядок такой же. Выбрать трубку, вскрыть, установить на алкотектор. Понятый, цифру, пожалуйста, назовите. На 9-й, на 9-й. Да? Ваши зубы? Ваши зубы. Ваши зубы? Да. Ловят таких постоянно. А выходные проводятся регулярные рейды. Одна из задач – сократить печальную статистику. За этот год произошло 137 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В результате 42 человека погибли, 167 получили травмы. И лучше в следующий раз вызвать такси, чем садиться за руль после лишней рюмки чая. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Авария с участием поезда на Забайкальской. 11 ноября примерно в 14.30 движущийся состав совершил столкновение с трубами теплосетей. В результате был перекрыт железнодорожный переезд, а также повреждены трубопроводы, отопление и горячее водоснабжение. Почти три десятка жилых домов остались без тепла и горячей воды. 11 ноября примерно в 14.30 в районе улицы Забайкальской на железнодорожном переезде движущийся состав поезда с расположенным на нем краном совершил столкновение с П-образным компенсатором трубопроводов, отопления и горячего водоснабжения. В результате половина района Дягилева осталась без горячей воды. Тонны кипятка, вытекающего из труб и затор на железнодорожном переезде. Первое, что увидели очевидцы происшествия на улице Забайкальской в Рязани. Сидел я в автобусе и увидел паровоз ездить, так как он гудел, обратил на него внимание. Потом через какое-то время удар произошел по трубам, по которым вода бежит, над путями, которые находятся. Ну и пошел фонтан. Ну метр полтора фонтанчик был. Вверх, да, сбоку, видать труба не до конца отошла, ее просто погнуло и вот из-за отверстия пошла вода. Буквально минут через пять с тепловоза ребята подошли, отцепили, пути освободили и проезд был открытый. Тепловоз как бы с воинской части выходил оттуда. На нем не написано военный, а не военный. Поезд разделили на две части и убрали с автомобильной дороги. Движение машины общественного транспорта возобновилось. Пострадавших при происшествии не было. На место сразу прибыли аварийные службы и представители администрации города. В ликвидации ЧП принимают участие и военные. Сейчас в данный момент военные нам помогают техникой. Также все единицы необходимой техники, аварийной бригады нами задействованы. Сейчас сюда все подводится. И зип, и материалы будут проводиться сначала демонтажные работы, как видите. Затем, в первую очередь, будет восстановлено отопление. Это две трубы П-образного компенсатора диаметром 3,25 мм. Но впоследствии, соответственно, 150-я и 100-я труба, которая подача и обратка по горячему возназначению, также будет восстановлена. Но в первую очередь идет задача по обеспечению теплом жителей данного района. В ликвидации аварии и восстановлении теплосетей задействовано 7 единиц техники и организовано 6 сварочных постов. После того, как поврежденные трубы были удалены, рабочие приступили к ремонту теплосетей. Аварийная служба РМПТС производит восстановительные работы. Планируем в ближайшее время восстановить теплоснабжение и горячее водоснабжение. К ночи планируем пустить тепло, а за ночь восстановить горячее водоснабжение. Работы по ремонту теплосетей будут вестись круглосуточно. После того, как на месте аварии появятся новые фрагменты труб, они будут утеплены. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». До календарной зимы осталось чуть меньше месяца. В Рязанской администрации уже озаботились празднованием Нового года. В мэрии обсудили, сколько установят елок и какой будет иллюминация. Администрация города уже начала подготовку к празднованию Нового года. Общественный совет города Рязани одобрил концепцию празднования 2022 года. А глава администрации Елена Сорокина начала совещание со слов коллеги. Праздник должен состояться. Всего же в нашем городе будет установлено 35 елок. И самая большая – 22 метра – на площади Ленина. Коллеги, общеизвестно, что ожидание праздника зачастую лучше и важнее самого праздника. Очень хочется, чтобы жители ощутили свою сопричастность к подготовке к Новому году. Прошу начать реализацию системы мероприятий по включенности жителей в подготовку к празднованию Нового года. Ежегодно юные рязанцы участвуют в конкурсе поделок. На елках появляются самодельные украшения и игрушки, которые радуют глаз горожан. В середине декабря на улицах появится праздничная иллюминация, светодиодные конструкции и новогодние арт-объекты. В праздничные дни в лесопарке будет работать уличная фотовыставка. Уличные экраны, расположенные на территории лесопарка, Центрального парка культуры отдыха, Лыбинского бульвара, будут работать в течение праздничных дней по специальной ферной сетке. Каждая программа будет записана в оборудованном новогоднем павильоне и выйдет в определенное время. Старт праздником в областном центре будет дан 25 декабря. Также по городу будет курсировать забавный автобус. Уже разработано несколько маршрутов у елок с анимационными программами. Всего в праздничный сезон состоится более 200 различных мероприятий. Праздники пройдут с соблюдением эпидемиологических требований. Программа празднования нового 2022 года разнообразна и обширна. Главное, чтобы пандемия не внесла коррективы. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Этим летом Еврокомиссия предложила отказаться от бензиновых двигателей к 2035 году. Мировые лидеры автопрома уже давно придерживаются этой идеи, выпуская машины с электродвигателями. Только вот россиянам трудно представить такой быстрый скачок к современным технологиям. Однако Москва делает большие успехи в освоении в том числе общественного электротранспорта. И помогают столице наши – рязанские инженеры. Отказ от троллейбусов и дизельных автобусов – задача властей столицы. На Москву ориентируется вся Россия. Сейчас на дорогах Первопрестольной курсирует 800 электробусов. В следующем году их количество должно увеличиться вдвое. В настоящее время тестируют новый тип заряда электробусов, в разработке которого принимают участие наши рязанские инженеры. На данный момент все электробусы заряжаются так называемым прямым пантографом. Когда вот эти, условно говоря, только передающие рога поднимаются со стороны автобуса. Решение достаточно дорогое, потому что каждый пантограф стоит, он опять-таки немецкого производства, только немецкого производства, и стоит 20 тысяч евро в Германии. Задача стоит, а переходит на так называемый обратный пантограф. Когда рога отсутствуют на автобусе, они присутствуют на зарядной станции и опускаются вниз. Инновационная технология позволит облегчить электробус, таким образом увеличив его запас хода. Кроме того, одной зарядной станции хватит на 5-6 машин, что сделает электробусы дешевле. Для того, чтобы система зарядки транспорта работала, рязанские инженеры создали специальный контроллер, который действует по европейскому протоколу. То есть для того, чтобы, скажем, электробус или электрическая машина, приехав на станцию, зарядились, они не просто должны подключиться там и получить мощность, они должны еще между собой договориться. Прежде чем договориться, они обмениваются цифровыми сигналами. Вот цифровые сигналы вот по этому протоколу организовываются. И для того, чтобы это все сделать, нужно какое-то устройство, которое это организовывает, как со стороны зарядной станции, так и со стороны машины. Вот мы делаем эти устройства и для зарядных станций, и для машин. В частности, вот этот контроллер быстрого заряда по этому протоколу, он предназначен для того, чтобы он стоял в электробусе. Разработка подходит как для поднимающихся рельс, так и для опускающихся. Тестирование обратного пантографа в Москве уже началось и продлится до февраля, чтобы проверить работу зарядки в зимних условиях. В свою очередь, рязанские разработчики активно принимают участие в решении вопроса обледенения зарядных устройств. Они поставляют стабилизаторы подогрева пантографов на серийные электробусы КАМАЗ. Обеспечение работы антиобъединяющей системы в зимнее время, потому что зимой только передающие части пантографов могут покрываться наледью, и тогда контактирование не получается. Для того, чтобы этого не было, мы осуществляем подогрев этого пантографа, чтобы не образовался лед. Значит, это тоже, ну она без корпуса пока, так она корпусирована в виде изделия, поставляется. А куда он стыкуется, там не надо подогревать? Тоже надо. Там другая жизнь? Да, аналогичная система, да. То есть подогревается все, и приемная часть, и только приемная часть, и только передающая часть обязательно, иначе лед может как бы заблокировать контактирование. Стоит сказать, что рязанские разработчики давно занимаются крупнейшими проектами в области электротранспорта, сотрудничают с крупнейшими автопроизводителями. Именно рязанцы придумали для электрической Весты ряд изделий, таких как бортовое зарядное устройство, внутренний преобразователь напряжения. Также инженеры создают мобильные и стационарные станции быстрого заряда. К слову, одна из стационарных станций разработчиков сейчас стоит без дела. Инженеры готовы предоставить городу ее бесплатно для того, чтобы владельцы электромобилей могли на ней заряжаться. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Первый снег уже покрыл землю, хотя до зимы еще целых две недели. Чтобы выразить свое восхищение живописнейшим временем года, студия «Калибри» организовала выставку в кукольном театре. Любые произведения искусства от воспитанников студии «Калибри» всегда поражают и разнообразием техник, и индивидуальностью работ каждого из юных творцов. Осень – время вдохновения, поэтому нынешняя выставка особенно фантазийна. «Рудень, хмурень, дождезвон» – это старые названия, месяцы на старославянских языках. И вот эти месяцы, они очень колоритные названия, поэтому мы их взяли за основу, за название нашей выставки. Они сразу нас переносят в осень, с ее цветом, с ее вкусом, и переносят нас еще в старые давние времена, когда не только очарование осень была, но еще это конец тяжких трудов. И это благодарение было земле и солнцу за прекрасные плоды, которые она подарила человеку. Вот плодам осени и посвящена вся эта выставка. Здесь и графика, и живописи, барельефы, пейзажи, изображения животных, натюрморты, и даже жанровые сюжеты. Возраст участников, кстати, от 5 до 16 лет. Учитывая, что выставка открылась в стенах театра «Кукол», оценил работы юных творцов художественный руководитель Валерий Шацкий. А после награждения авторов, участников выставки, ждал чудесный спектакль «Как приручить дракона». Ноябрь – последний месяц осени. В нашем представлении за окном должно быть холодно и слякотно, но в этом году, на удивление, долго не отступала теплая солнечная погода. И вот, кажется, холода потихоньку утверждаются на территории региона. Несмотря на обилие солнечных теплых дней, в октябре суровый месяц ноябрь напомнил о приближении зимы. В городе уже приветствовали первый снег, ночами твердо установились заморозки, да и днем температура редко будет подниматься выше нуля. Здравствуйте, меня зовут Владимир Ермаков, пилот свободного аэростата. По данным воздухоплавательных источников, на ближайшие дни ожидает следующая погода. В пятницу температура воздуха 0 градусов, в тепло днем, к вечеру потеплеет до 3 градусов тепла. Ветер умеренный, 4 метра в секунду, к вечеру усилится до 6 метров, с порой у меня до 12 метров в секунду. Днем ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем. В субботу температура воздуха сохранится. В районе 3 градусов тепла ветер чуть утихнет, но облачность на небе продержится до следующего вторника. Осадков в выходные не ожидается. В воскресенье отличная погода для полетов на воздушном шаре. Температура весь день будет около 0 градусов. Ветер 2 метра в секунду, но к вечеру усилятся порывы до 7 метров в секунду. Вот так же будет облачно, но без осадков. Вся следующая неделя минусовые температуры. Прогноз от Владимира Ермакова обещает облачность всю неделю, кроме вторника и пятницы. В эти дни выглянет солнце. К выходным снова ожидается порывистый ветер. Так что к середине ноября осень вступила в свои права. И на территории региона установилась типичная для этого времени погода. В Рязанском цирке стартовали гастроли уникального театрально-циркового шоу «Аргонавты». Зрителям предстояло стать свидетелями приключений легендарных аргонавтов. Головокружительные трюки на высоте пятиэтажного дома, схватки бойцов ушу и зажигательные хореографические номера. Атмосферу остросюжетного приключения дополняют авторская музыка, яркие костюмы и передовые спецэффекты. Театрально-цирковое шоу «Аргонавты» с первых минут погружает зрителей в древнегреческую историю. На манеже цирка оживают мифические персонажи, например, мужественный Ясон и прекрасная Медея. На пути к своей цели героям встречаются красавицы и беспощадные враги, яростные огненные быки и мудрые кентавры. Морское путешествие древнегреческих героев на корабле «Арго» — это и есть история, вокруг которой разворачивается невероятное шоу. Артисты выполняют трюки без страховки на высоте пятиэтажного дома. Акробатику, хореографию и классические цирковые номера с лошадьми авторам шоу удалось объединить захватывающим сюжетом. Благодаря видеопроекции «Лазером» легенда оживает на манеже рязанского цирка прямо на глазах у зрителей. Во время пандемии спортсмены не останавливали свои тренировки и продолжали готовиться к выступлению, что теперь позволяет зрителям наслаждаться профессиональным, сказочным шоу. Мы по возможности продолжали тренироваться, продолжали репетировать. Программа, если так говорить, с нуля задумки готовилась несколько лет. То есть в начале 2014 года появилась эта идея. Мы сделали первую версию этого спектакля, который показывали в городе Сочи. И вот сейчас, ну, в измененном, улучшенном виде, вот ее первый увидит рязанский зритель. В составе труппы участники лучших цирковых представлений мира. Многие воздушные гимнасты, акробаты и артисты балета являются лауреатами и победителями всероссийских и международных конкурсов. Постоянные тренировки и даже вопрос не в придумывании трюков, а именно для того, чтобы выполнять их стабильно, для того, чтобы понимать, как именно это делается, как не травмироваться, какие детали, какая зарядка, особенности подвески. На каждой подвеске это происходит чуть-чуть по-разному. Отправиться в путешествие вместе с древнегреческими героями рязанцы могут с 12 ноября по 12 декабря включительно. Артисты цирка подарят детям и взрослым положительные эмоции и хорошее настроение. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Желаю вам хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин